Для этого фокуса мне понадобится 4 туза, и как вы можете заметить, все они находятся в положении лицом вверх. Но, если я просто щелкну пальцами вот так, то вы увидите, как туз-треф перевернется лицом вниз. Еще один щелчок, и уже переворачивается туз-черви, следом за ним снова по щелчку переворачивается уже бубновый туз, и потом последний туз-пик. Но самое сложное — вернуть их в прежнее состояние, и для этого все, что мне нужно сделать, это вот так повернуть время вспять, и это раз, два, три, четыре. Неожиданно, правда? Приветствую вас, друзья! В этом видео вас ожидает обучение отличному карточному фокусу, но прежде чем мы начнем, спонсором этого видео является игра Raid Shadow Legends. В Raid Shadow Legends миллионы пользователей и десятки крутых боссов, но сердце и душа игры — это великолепные чемпионы. И знаете что? Разработчики совсем недавно представили совершенно новую игровую фракцию. Приготовьтесь к встрече с воинами Сумрака. Как видите, при их создании разработчики в значительной степени вдохновлялись мифами средневековой Японии, а также другими восточно-азиатскими мотивами. Тут вы найдете ловких ниндзя, суровых самураев, зловещих они и множество других мифических созданий. Эти парни окутаны тайной, никто не слышал о них сотни лет, вплоть до того момента, когда всего несколько месяцев назад они заявили, что являются союзниками гномов в Нерисийском союзе. Raid совсем недавно отметил свой двухлетний юбилей и прямо сейчас проводит множество юбилейных мероприятий и турниров. Если вы поторопитесь, то сможете застать некоторые из них и получить в свои руки бесплатные подарки и награды, которые, безусловно, достойны годовщины. Вы также можете стать свидетелями первого в истории турнира среди кланов, где игрокам будет предоставлена возможность сразиться напрямую с другими кланами, чтобы увидеть, кто из них окажется победителем. Вдобавок ко всему, в этом месяце в игре появятся огромные обновления, в том числе новые крутые боссы в Роковой башне. Благодаря этим обновлениям, новым функциям, подаркам и турнирам игра еще никогда не была лучше, чем сейчас. Не ждите и присоединяйтесь к сообществу Raid. Качай Raid именно по моим ссылкам в описании, таким образом ты поддерживаешь мой канал, и получи три древних осколка, 50 рубинов, 100 тысяч единиц серебра, а также крутого чемпиона Йотуна в качестве бонуса. И поторопитесь, бонус будет доступен только в течение следующих 30 дней. Удачи вам и жду всех в рейде! Ну что, начнем. Если вы вдруг задавались вопросом, что это у меня за странные дырки в рукавах, то это вот для пальца. Думал, будет удобно, на самом деле не очень. Поэтому теперь хожу вот так, и люди задают вопросы. Для фокуса вам понадобится обычная колода и небольшая подготовка. Наверху лежат 4 туза, причем именно вот в этом порядке. Бубновый, пиковый, червовый и трифовый. Потом следом за ними лежат 3 вот эти карты. Двойка, тройка и четверка. Понятно, они для финала. Вы можете их взять тоже либо пиковыми, как я, просто у меня тогда логично все получается, типа туз, пик и вот эти карты точно такой же масти. Но опять же, поскольку я когда показываю этот фокус, я достаю тузы из колоды, и когда я это делаю, я достаю их, кладу на стол, я беру первые попавшиеся двойку, тройку и четверку, и подсовываю их наверх вот в нужном порядке. Но если вы можете заранее подготовиться, то, конечно, пусть все будет красиво, и карты будут совпадать по масти. Короче, вы должны сделать зазор под этими тремя картами. Я это, как всегда, делаю мизинцем, незаметно для зрителя, само собой. Потом вы кладете тузы наверх, поднимаете все вместе, то есть у вас тут 7 карт, эти 3 и 4 туза. И после этого вы еще один зазор делаете под следующей картой и берете ее вместе с другими, но удерживаете здесь зазор с помощью большого пальца, то есть между вот этой одной любой картой и семью остальными. Таким образом вы готовы уже продемонстрировать зрителю тузы и, собственно, сделать необходимой вам манипуляцией. Для этого вы слистываете туза трев и говорите туз трев, один из тузов, который мне понадобится для этого фокуса, и вы его кладете и забираете вместе с той картой, которую вы держали здесь. То есть видите, вот та рандомная карта, девятка черви, и вы под нее положили туза трев и взяли с собой. Потом вы слистываете туза черви, и на этот раз вы его кладете наверх, говорите вот туз черви, и просто вот эти две карты, делая вид, как будто вы его забираете, оставляете на колоде вот так, и таким образом вы сбрасываете эти два туза, спрятав под вот эту секретную карту. После чего вы, сделав вид, как будто вы тоже подняли туз черви, слистываете туз пик, кладете его под низ и, естественно, забираете. То есть у вас здесь туз пик, вот такая картина, туз пик, вот эта там двойка, тройка, четверка и туз бубновый. И вы, взяв этого туза пик, показываете карты вот так зрителю, ну, чтобы он видел, что действительно все нормально, типа карты лежат действительно лицом вверх, и вы ничего тут не взяли, и кладете колоду в карман или на стол, куда вам удобнее. И теперь вы готовы исполнять, собственно, сам эффект. Само собой, зритель даже не подозревает, что вы тут спрятали три дополнительные карты. Он думает, что тут просто четыре туза, лежащее лицом вверх. И теперь вы делаете щелчок, говоря ему о том, что сейчас перевернется туз, треф, и делаете стандартный счет Элмсли. Этой технике я уже когда-то очень давно обучал, причем очень подробно вот в этом ролике. Переходите по подсказке или по ссылке в описании и смотрите его. Опять же, чтобы вы не дергались лишний раз, давайте я вам сейчас покажу, каким образом это делается в данном случае. Давайте очень быстренько. То есть вы слистываете одну карту с помощью большого пальца, вот так вот забираете. Опять же, если вы левша, то делаете все то же самое, что и я, только наоборот. Чуть не забыл, блин, упомянуть. Это недопустимо. Слистываете большим пальцем вот так одну карту, потом здесь большим пальцем вы сдвигаете все карты над тузом пик. Далее вы одновременно подсовываете бубнового туза снизу и забираете все вот эти карты, потом забираете туза пик и туза бубнового. На скорости, если это сделать, то реально все выглядит очень убедительно. Типа, смотрите внимательно, как прямо на ваших глазах туз треф переворачивается лицом вниз. Да, в этот момент зритель видит два раза бубновый туз, но поскольку вы не акцентируете на этом внимание, а акцентируете внимание на тузе треф, он ни в коем случае ничего тут не заподозрит. Все происходит в движении, очень быстро, и никогда вам никто не скажет, а, ты мне два раза туз бубновый показал. Такого ни разу со мной не было, и я уверен, с вами не будет. Показав зрителю, что туз треф перевернулся, вы находитесь сейчас вот в таком положении. И теперь все, что вам нужно сделать, это снова щелкнуть пальцами, и на этот раз показать, что туз черви перевернулся, но сделать это не счетом элмсли, а немножко по-другому. То есть вы берете карты в хват бидл, про хваты тоже есть отдельный ролик, переходите по подсказке или по ссылке в описании, и смотрите его. Вы забираете туза бубнового, потом пикового туза, потом просто карту, вот эту вот, это, по-моему, четверка, да, и показываете зрителю вот эти две карты, то есть тут двойка и тройка, типа это туз черви, который перевернулся. После этого вы кладете его не наверх, а под низ. То есть вот эти две карты, которые типа туз черви, на самом деле двойка и тройка, вы помещаете под низ всей этой группы и ровняете аккуратненько вот так. Таким образом у вас сейчас вот такое положение. После этого вы делаете два стандартных счета элмсли, то есть вы щелкаете пальцами, говоря о том, что сейчас туз бубновый перевернется, и знаю я это все просто потому, что в нужном порядке вначале разложил карты и отрепетировал, то есть я знаю, какие тузы исчезают, в каком порядке. После этого счета элмсли, картина вот такая, и теперь вы говорите о том, что туз пик сейчас перевернется, и он переворачивается действительно вот так. Делаете просто два стандартных счета элмсли. И теперь вы находитесь вот в таком положении и готовы к финальному проявлению двойки, тройки и четверки. Для этого вы говорите зрителю, что самое сложное в этом фокусе это снова вернуть тузы в положение лицом вверх. И для этого все, что мне нужно сделать, это вот так провернуть карты, повернув время вспять. И теперь вы просто слистываете одну карту, вторую, третью, держите их вот так, показывая туз пик и говоря типа это раз. Потом вы вот таким образом переворачиваете двойку, оставляя здесь себе место для того, чтобы вам было удобнее потом зазор сделать. То есть выдвинув ее вот так вперед. Для красоты точно так же выдвигаете вперед тройку и четверку, показывая, что это типа раз, два, три, четыре. В этот момент, конечно, зритель будет в шоке от просто эффекта неожиданности. И после этого вы вот таким образом собираете эти карты, делая зазор между двумя тузами, тузом пик и тузом бубновым, и остальными картами. И теперь вы можете сделать крутой дисплей, который вам позволит веером показать эти карты, спрятав туза бубнового. То есть вы разделяете здесь вот так вот карты, вы держите здесь этот двойник вот так средним пальцем. И теперь вы берете с самого низу, прикладываете указательные и средние пальцы, то есть вот сюда, не под эти три, а прямо вообще под все карты, большой сюда, и разворачиваете небольшой веер средним пальцем, удерживая оба туза. И таким образом они остаются ровненькими и ничего нигде не светится. То есть у вас есть этот зазор мизинцем, вы здесь разделяете карты средним пальцем, проворачиваете их вот так, сделав небольшой веер, и показываете зрителю, что у вас реально тут только туз, двойка, тройка, четверка. И, собственно, с обеих сторон можете вот так показать. На этом моменте можно, в принципе, фокус и заканчивать, но если кто-то из зрителей у вас спросит, а где же тузы, то вы можете их проявить, сказав, что типа, смотри, первый из тузов находится вот здесь, второй находится рядом с ним, бросаете это все на стол, потом подбираете эту группу карт и говорите, что если присмотреться к тузу пик, то рядом с ним находится и туз бубновый. Это очень простое проявление, сейчас объясню, как оно работает. То есть у вас положение карт какое? В этой группе карт вот таким образом находятся тузы, то есть когда вы показали зрителю вот этот дисплей, у вас тут прячется бубновый туз. Вы их просто собираете и кладете либо на стол, либо удерживаете вот так, как вам удобнее. Лично я просто кладу на стол и все. Соответственно, если стол рядом есть. Потом, у вас в колоде ситуация такая, что туз треф и туз черви лежат здесь, прикрытые одной картой сверху. И вы достаете колоду из кармана или берете со стола, если она у вас лежала на столе, и делаете так называемый slip cut. То есть вы вот такое проявление исполняете. Оно делается очень просто. Вы разделяете колоду где-то примерно пополам, сзади вот так, и большим пальцем стягиваете верхнюю карту, делая вот такое типа подснятие одной рукой. То есть для зрителя кажется, что вы подсняли как бы колоду где-то в центре и сделали вот такое подснятие, но вы просто стянули верхнюю карту вот так и проявили первый туз. Второй туз проявляется точно так же, только вы не завершаете это подснятие, а просто разделяете две группы карт. Если делать эти проявления очень быстро, резко, то выглядит достаточно эффектно. То есть вы делаете вот так и показываете, что здесь находится туз черви. После чего я просто вот так бросаю эти карты на стол. Только делайте это более аккуратно, чтобы они так не разлетались. И просто поднимаю вот эту группу карт, говоря о том, что если присмотреться к тузу пик, аккуратно вот так слистываю карты до именно этого туза. И теперь смотрите, указательный палец я помещаю вот так снизу, средний сверху, и потом придерживая тут большим пальцем, достаю оттуда бубнового туза, переворачиваю их обоих лицом вниз и потом разворачиваю лицом вверх. На скорости это выглядит вот так. Давайте еще раз сделаю это более красиво. Вот, видите? То есть в принципе движение тоже очень эффектное. Раз, и вы проявляете таким образом бубнового туза. Бросаете вот так все сверху, и теперь зритель может все проверить. Потому что если вы останетесь просто с вот этими пятью картами и вот с этим дисплеем, то вам нужно будет как-то типа очищаться, то есть вы показали эти карты, вы не можете их отдать на проверку. Их надо класть на колоду и, грубо говоря, там перемешивая карты, переворачивая вот эти тузы, уже потом отдавать на проверку. А так, добив этот фокус до логического завершения, вы сможете отдать все карты зрителю, и пусть он там смотрит, что хочет. Субтитры сделал DimaTorzok